Всем спортивный привет! Лыжные гонки мы любим! И в этом выпуске полное интервью олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. И я напомню, что уже вышел большой репортаж с Егорского марафона, где Устюгов боролся с биатлонистами. Там внутри интервью Устюгова, Кулешова, Латыпова, Серохвостова и Бабикова. Ну а сейчас большое интервью Сергея Устюгова. Ставьте лайк! Дорогие друзья, и что? Вот он триумфатор нашего марафона. Сергей Устюгов, с днём рождения, во-первых. Расскажи об ощущениях. Ощущения классные. Было тяжелое, сильный ветер. С ребятами на первом кругу шли. Я говорю, надо работать, давайте парни отключаться. Когда кто-то уходил, никто не хотел за ним идти. Как только выходил я, теперь я начал делать небольшой репортаж, они его сразу подхватывали. Я понял, что ребята немножко ленятся, что мы сэкономимся на последнюю кругу, на финиш. Мы не оставили им шанса, на последнюю кругу решил отработать. Мы с этим вместе работали, как колесом, так скажем. Работали, работали. Потом поняла, что удивление было, что Эдик немножко отстал. Но в итоге получилось выиграть свой день рождения, как и в семнадцатом году, и мы очень рады. Он нам сейчас сказал, что ему не хватило чуть-чуть тренированности. Скажи, вообще чувствовал, что он дышит в пятке во время всего марафона? Конечно, мы бежали первый круг, и ребята даже ехали сзади, разговаривали. Парни, просто болтать, выходите вперед, давайте работать. Ну и на последнем кругу. Интересно, сколько? Я не только выиграл, что-то. Семородка отлично. А то они сидели, прибеднялись, говорили, что нам надо проиграть не меньше пяти минут, а оказывается всего не было. Я видел эту пресс-конференцию, где вы спорили на время. Скажи, вот относительно того времени, которое загадывал, удалось ли проехать? Я вообще не загадывал время, потому что это... И важная информация. Я ведь объявил спортивный конкурс за первое место, положенный Лыжи Фишер. Нужно всего лишь подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, написать в комментарии, что вы участвуете, и еще поделиться ссылкой во своих социальных сетях с друзьями. Простые правила и отличные призы. За первое место Лыжи Фишер, также две книги за другие места, с Большуновым на обложке, и еще стартовый бип, на котором могут подписаться лучшие спасименные друзья. Ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, и делитесь ссылкой на это видео. Участвуйте. Возможно, именно вы получите Лыжи Фишер. Легкая атлетика – это лыжные гонки. Не было бы ветра, можно было бы приобретать, но много быстрее было бы, но в итоге ветра, где бывает, даже останавливать, но стадик там вообще просто, почти остановился. Сейчас из твоих максимально хотим услышать приглашение на следующий марафон, чтобы еще больше людей собрали. Дорогие друзья, Лыжный марафон – это, наверное, изюминка Югры. Один-единственный марафон в России, который покорится любому любителю лыжных гонок. Биатлона, и не только, потому что трасса позволяет, нет больших подъемов. Трасса равненая, прекрасные условия, прекрасная программа. Я сам в прошлом году прошел 5 километров, почувствовал всю ту атмосферу, которая творится на любительском уровне, и это круто. Ее стоит посетить. Я был на других марафонах, на Югорский марафон. Он мой родной Югорский марафон, я сам родом из Югры, и участвую здесь на первый раз. И хочу пригласить вас всех на следующий год. Давайте взорвем этот, взорвем в следующем году Югорский марафон. И здорово, круто. Вот такая вот мотивация, друзья. Прямой эфир. Сергей Устюгов. Еще раз его с днем рождения. Спасибо. И с победой. Пожалуйста, разреши поздравить тебя от Совета Ветеранов и Серебряных Волонтеров с днем рождения и пожелать тебе чудесных минут и прекрасных мгновений во всем процветания, удач, вдохновения, чтобы звонко счастливое сердце скучало и каждое утро улыбкой встречало. Спасибо. От Совета Ветеранов Серебряные Волонтеры Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Сколько людей поздравляло на дистанции сегодня? Ой, сегодня многие кричали, прям нереальная поддержка была. Даже когда шли с биатлонистами, кричали, Серега, с днем рождения. Круто, весело. Это, ну, день рождения особо не чувствую, потому что все равно пришлось брать на лыжах. А так бы отметил Олмаренко по-другому. Ты помнишь вообще свой день рождения без Егорского лыжного марафона? О, нет, почти всегда в Еврейне. Было первый раз, я встречал дома с семьей, с вся в равном поселке. Но это, наверное, было единицы. Вот так, чтобы запомнить. Сергей, отрываться с самого начала марафона теперь фирменный стиль. Тут биатлонисты прочухали, и когда шли мы все вместе толпой, кто-то из них пытался уходить, ребята пробовали работать. В итоге их спокойно отпускали, но когда выходил я вперед и пытался дергать, я краем глаза видел, как они включаются и дергаются за мной. я понял, что они сядут и пастут меня, и чтобы я никуда не убежал. Но когда мы отъехали четвером, я и другую уже, так сказать, заколебали, что ждите 10 человек, приедем на финиш на втором кругу на 10 человек. Зачем? Нам надо сразу разыграть, чтобы на втором кругу было намного легче между собой. В итоге пошли работать четвером, Данил, Данил получается, Эдик и Петя Паченко. Петя Паченко. Никита нас только догонял. Пошли работать колесом, удалось отъехать от основной группы, и потом уже с Эдиком на подъезде сюда, я говорю, давай работать колесом, меняться как можно чаще, против ветра, потому что в день будет идти тяжелее. Мы отработали, наверное, на первой половине дистанции, вот этой вот 5-5 километровой, и я смотрю, что Эдик начал проседать, и тогда я понял, что надо пробовать ходить, а то еще получится так, что я проиграю Эдик и на финише, а этого не хотелось. Ну, уйти получилось после 40-го километра, если верить контрольным точкам, даже на подходе к нему. А как работалось уже в одиночке на дистанции? Да нормально работалось, что уже не впервые, так скажем, после тюменя, да? На моем канале еще много интересного и целый репортаж из Ханты-Мансиска, с этой гонки, с Егорского марафона, где много чемпионов, дали мне интервью, обязательно переходите, подписывайтесь, смотрите, очень много интересного. Ну и в этом сезоне мы организовывали и показ Кубка России, особенно первые этапы, которые не показывали и не транслировали по большому телевидению. Много интересного уже было, и еще сколько всего впереди. Обязательно подпишитесь, тем более, что у меня идет конкурс, ну и увидимся. Продолжаем смотреть интервью. Хотелось отработать. Макс, в 17-м году я раздавал 5 лет здесь, и сегодня хотелось это повторить. Ехал, и были мысли в голове такие. Удалось, отдаст, что задумано, удалось. Какая самая интересная или странная мысль, посетил тебя, потому что временно подумать было точно. Какая самая странная мысль? Если меня накроют и меня догонит Эдик, вот мне будет очень неприятно. Позвольте вас поздравить. Спасибо. Ветерант, клубь, елка. Мы за вас все время болеем. Просто на счастье, что сегодня весь клуб будет в восторге, что я сегодня с вами разговариваю. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Сергей, Эдуард сказал, что если что, ждет вас в своем барбершопе. Нет, спасибо, я тут настригся на днях. Думаю, буду обрастать. Уже неактуально, да? Уже неактуально, да. Ближе к лету, наверное, где-нибудь пересекемся где-нибудь на сборах. Может, Эдик даст пострелять. Сергей, а почему в этом году выигрываете спринт и марафон именно такая вот от крайницы в крайность? Дистанции бы тоже хотелось, пятнашки, но что-то пока не идет. Небольшой залет с лыжами был, я думаю, я бы дистанции тоже смог бы бороться. Буду марафонцем, значит. Ну, вот бывает, такой дают характеристику, спринтер, марафонец, вы себя к кому больше относите? Вот обычно, когда кубковые гонщики заканчивают со спринтами, они уходят в марафоны, да? Я вроде еще не особо заканчиваю, наверное, но марафоны мне тоже неплохо даются. Если подводить итоги сезона, то как можно активизировать его? Ну, пятерочку, если из пяти поставлю точно, потому что те задачи, те цели, которые я ставил на этот сезон вместе с Маркусом Крамуэром, да? И мы с ними справились. Пару медалей чемпионата России, да, лучше вышел в достоинство, они у меня есть. И спасибо всей команде, сборной России, сервису ребятам, и окружной команде, украинскому штабу. Во главе Маркуса Крамуэра, да, Алексея Ермилова с Коми, который очень много мне помогал, даже приехать сюда, я здесь со второго числа, да, заехал на сбор, чтобы подкататься на лыжах, откатиться от уже чемпионата России, он мне здесь очень помогал. Это мой друг, старший товарищ, которому я очень сильно благодарен. Хорошо, спасибо большое. Небольшое напоминание. Мой спортивный YouTube-канал, где было более 12 тысяч подписчиков, заблокировали по жалобам Матч ТВ. И это новый канал. Обязательно подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить трансляции лыжных гонок, интервью спортсменов, другие интересные репортажи и материалы. Подпишитесь, поставьте лайк и обязательно напишите в комментариях, кто ваш любимый спортсмен. И уже совсем скоро увидимся. Новые ролики, каждый день, лыжные гонки, биатлон. Мы обожаем спорт с вами. Подписывайтесь. Увидимся. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok